и не упустить к дальнейшему разрушению данных давно. Ключевое, на мой взгляд, сегодня, то, что есть компактивные бурова, есть вопросы жизнеспособности данной компании. Это обселяет точную надежду, что при решении вопросов с финансированием, наверное, ключевым для сегодняшнего момента вопросов, этот весь проход под названием «Достройка ЖК «Эврика, Патриотика» и «Патриотика Нодёра» имеет право на существование в те сроки, о которых мы оговаривали. Еще раз официально вам заявил, что при наличии финансирования достройка всех, без исключения домов, которые ввели, в трехлетний срок – это реально и не проблема, на самом деле. Большей частью проектная документация есть, она в наличии, предстоит работа по ее систематизации, упорядочению, где-то до работе. Проводится параллельная работа с подрядными организациями по снятию реестров со счетов данных компаний, структурирование задолженности, происхождение этой задолженности. То есть эта работа тоже проводится, и еженедельно на дирекции подводятся итоги, принимаются решения по тем или иным вещам, по статье «Движение вперед». На самом деле, коротко скажу по планам на этот год и конца года, то есть порядка 120 миллионов гривен финансирования, мы там определили, и часть из этих средств планирует столица в собственных оборонных средств направить, порядка 50 миллионов, еще раз подчеркну, чтобы сегодня, начиная практически с июня месяца, как ранее принято было решение по 5 домам с наиболее 6 дней готовности вести эксплуатацию в одном круге. Соответственно, речь идет о дополучении понимания по финансированию, о мероприятиях недопущения и разрушения домов, тоже по 10 миллионов гривен предполагается выделить, плюс порядка 5 миллионов по крышам, закрытие крышки, потому что не было затекания, разрушения и так далее. Еще раз, чтобы вас это не скучало, это все те мероприятия, которые мы так или иначе все равно неопредимы делать, пока не будет решено по финансированию. Почему мы финансировали? Ключевой вопрос. От этого, напомню, зависит разница строительная, соответственно, организация работы. И та логика, которая закладывалась в меморандум о том, что источником для застройки ЖК, Эмрика, Патриотика, Патриотика, Ранозера, являются товарные остатки. Основные в этом ЖК, Эмрика, 96 тысяч и тысяч метров квадратных от Патриотика, а также 10% от застройки Патриотики, Ранозера. Понятно, на сегодняшний день, что товарные остатки, если их выставить на рынок, вряд ли будут пользоваться спросом по одной простой причине. Эти дома должны строиться, для того, чтобы те, кто захочет приобретать эти метр квадраты, видят, что есть шанс достройки. Поэтому я расскажу наши предложения и действия, которые мы предприняли в дирекции, для того, чтобы товарные остатки были выкуплены. Каким образом? Вторая история, это, безусловно, Патриотика на Азерах, 10% перечисления. Идут работы, испытательные кусты, то есть там полноценно идет процесс проектирования, процесс, фактически, начало работ по строительству, в первую очередь, опять в дно. Соответственно, с Патриотикой на Азерах, до недели, до инвесторов данного проекта мы будем встретиться на следующей неделе. Презентуем, наверное, тот проект, который будет реализовываться на Патриотике и предложим, собственно, чуть больше вариантов, которые необходимо сделать, чтобы переселить с этих домов инвесторов. Либо дом, который 28 мов на Патриотике, либо, ну, третий вариант с фону финансирования на строительство, решение вопроса о дальнейшем судьбе и возврата средств к инвестору. Так вот, в такой логике. Почему? Ничего, еще раз вопрос финансирования, вопрос даст ответ на вопрос сроки строительства, в общем, внутри года, это порядка 3,5 миллиарда рублей, которые необходимо профинансировать в этом периоде, с тем, чтобы 3 года вложения, а потом в течение следующих периодов, продавая метр квадратный патриотики и лазер, возвращать следствия, которые либо будут заимствованы, либо которые будут продаваны, как и там планируют украинская житовая финансовая компания. Так теперь возвращаясь к истории по товарным остаткам. В обращении, которое подписано в дирекции на первой коллекции государства и исполнительной власти, были предложения, каким образом дирекция подостройки видит помощь государства в решении проблемы 11 тысяч инвесторов банка «Арканы». Это в первую очередь продажа товарных доставок, которые есть, и это будет давать возможность начинать настройку и в тех объемах, которые будут проданы метр квадратный, не дожидаясь, пока будут начали продажи по третий кинозерам. И необходимо, понятно, что растянутость в периоде, она уторожает, поэтому мы нацелены на 3-летний период достройки. И еще раз вычеркну, это там реально, это просчитано, проработано, это мы, естественно, с жеребными сентябрями, с коммуникацией, мы полностью ввод в эксплуатацию, получение ключей и заселение инвесторов. Второй путь – это путь рифтования, не угодного, агреводный процент, потому что с учетом всей застройки патриотики кинозеров в 176 гитарах недоих, но у нас там гитар, которые сегодня в первую очередь. Ну и в следующих очередях обслуживание кредита, процентов летело по кредиту, не хватает, вот сегодня коммерческих процентов, но это реально где-то 9,5-10 процентов, сегодня возможность кредитования в коммерческих банках. Неподъемная история, и не хватит сегодня территорий и 10 процентов для того, чтобы вернуть их тело кредита и оплатить проценты по обслуживанию данного кредита. Поэтому речь идет о втором источнике – это в годном кредите, как мы предполагаем и считали в модели, 2 процента. Вот, собственно, два направления, по которым мы движемся. Понятно, направления, которые, ну, непростые источники для нереализации, потому что необходимо будет подзаконный акты вот под это менять, но в моем понимании задача реализуемая, реальная, и на самом деле при воле первых лиц государства реализуемая, вполне реализуемая. Ключевое, чтобы вы тоже, как вы на самом деле понимали сегодня, появляется с реализацией патриотики на тюрьме история с имущественными правами на данные 10 процентов – это то, что и будет являться или обеспечением погашения кредита, если будет оно, либо источником приобретения украинской финансо-жиговой компании данных метров квадратных. То есть это реальный актив, который сегодня является основным источником для достройки джековедрия патриотики. Вот если коротко по ситуации, по планам на ближайшую перспективу на этот год и дальнейших. То есть на этот год я подсветил вопросам порядка 120 миллионов, там еще 5 миллионов мы планируем на проектирование сетей, инженерной коммуникации, потому что это там всегда длительный долгий процесс там согласований и в случае решений по финансированию это даст возможность максимально короткие сроки приступить к реализации сети. Коротко по сетям, то есть сейчас в данный момент идут переговорные процессы, рабочие встречи с представителями ДТЭКа. Как раз нами там предложен эрганизм реализации технических условий по патриотике, по патриотикам и я надеюсь мы в ближайшее время получим согласованную позицию и она там собственно заключается на самом деле концептуально в том, чтобы сегодня дополнительно на инвесторов банка Аркада наложились обязательства по строительству подстанции этого Аркада, порядка 250 с лишним миллионов дней линий 10-30 миллионов. То есть по полмиллиарда времени вот таких инвестиций необходимо в планах, наверное, Аркада было, чтобы включиться и подключить данные в проекты. Понятно, что сегодня, в сегодняшних условиях это реализовать практически неряльно, поэтому я думаю, что мы компромиссным решением дадем без того, чтобы это строилось за счет средств доверителей банка. что касается остальных сетей, тоже они проработаны, отработаны. Я скажу, ситуация по Патриотике гораздо лучше, она как бы более системней, понятней, чем по Эплике там сложнее, дольше и дороже. Но тем не менее, с этой ситуацией нужно доработать, довести до логического конца, включения по постоянной схеме, с тем, чтобы в дальнейшем не оставлять каких-то хвостов в виде не оформленных документов, временное с эфиром по электроснабжению, по подаче воды, тепла и так далее. Вот, собственно, ключевые. Проведена инвентаризация по активам в ангар-карде. Есть площадки, которые нужно будет думать, что делать. Это, например, в Богдановке, насосные станции, какие-то очистные, какие-то осторожники, какие-то ангары. То есть все то, что является активом, будет осмыслено, и будет предложено, что дальше делать. На самом деле и в детский садик, в котором мы сейчас находимся, мы считаем это тоже актив. И если изначально мы действовали в логике того, что этот детский садик должен быть передан городу, город должен забюджетировать, включить программу социально-экономического подразвития города Киева, профинансировать, взять свой баланс, то в логике сегодняшних действий и событий дирекция рассмотрела, опять же предварительно обсудив с инвесторами, решение о продаже данных садиков и средства от продажи на садик недостроен. Это было бы, наверное, логично, правильно. И в этой ситуации так и точно. Потому что перед выбором либо это будет коммунальный садик с условно-бесплатным посещением, либо дать возможность достройки актива, он не маленький. Ну, я к вам все-таки склоняюсь, что решение о продаже более правильный путь в данной ситуации. С сохранением еще раз обязательно функционала с тем, что вы это действительно списали. Ведутся переговоры, поэтому о решениях, о суммах будет безусловно всех поинформировано и будет принято решение согласованно на дирекцию. Ну, наверное, вот, извините, для вводного. О, наверное. Ты же дальше вспомнишь, уже вопрос об дирекции не обнал. Ну, уже шли, по-дальше в целом. Все веки уже не потренировались, поэтому у нас там получасовую там разминочные переговоры нет, поэтому можно сразу какие-то конструктивы и... Да, есть предложения, я тогда дирекцию могу зачитывать или как? Давай, как скажете. Мы отвечали, кто дирекции доверяет, я долго. У нас подключается в ВАПУ, сейчас по-другому Зиночу будет отдельно разберем облоговое движение. Поэтому, я думаю, нашел куда-то. Наверное, у вас есть ваши вопросы. Извините. Да. Андрюха пишет, что по-другому... Когда по прогнозам столицы идут, начнется первая монтажа ЖК Патриотика на Азерах и зайдут первые финансы 10% на высоту. Как будут распределяться деньги между ЖК Патриотика и Эврика? В какой пропорции? И как внутри ЖК Патриотика они будут распределяться? Очередность разгона? Хороший вопрос. Что касается продаж. Что касается продаж, есть определенная процедура с точки зрения возможности выхода в продаж. Это утвержденный согласованного проекта, решающая экспертиза и утвержденные по стадии П метры квадратные. Полный продаж, офис продаж. Изменения в разрешительной документации и так называемая ПЗД. Проект смены дозу по нашей оценке это все-таки ближе к осени. Скорее всего ближе к осени. Именно с точки зрения продаж. Вторая история, с какой степенью готовности выходить в продажу. Можно получить документы от лаван, но я уже сказал, но испытательные курсы не произволятся. Это для того, чтобы можно было выпустить рабочую документацию на этом этапе. Вопрос у нас там обсуждался. Я думаю, что это где-то, отвечая на сентябрь, хотя бы в месяц. В продаже. Как по поводу? Поэтому. Спасибо. К вопросу о патриотики на озерах, с теми там инвесторами, которые есть. Это тоже вопрос. Мы тоже предварительно и, наверное, в первую очередь предложим вариант решения и заменили право выбора тех или иных вариантов. И, собственно, после этого будут продажи. После этого будут продажи. Да. Второй вопрос. Распределение африко-патриотики 10-класса. Первая часть этой истории. Смотрите. История какая? Логика Неморогова, которая там заложена. Она заложена в СДО. Составляются графики, строительные графики и достройки. Они составляются по эврике и патриотике. Разница в достройке по эврике 2 миллиарда, по патриотике беляху 3. Кассовый разрыв. Вопрос, как будет распределяться. Вопрос будет зависеть от строительных графиков. Графики эти, опять же, зависят от средств и финансовых возможностей. Ответ этот вопрос будет подписан на графики строительных. То есть будет понятная логика по этим строительным графикам достройки. То есть никто не будет строить дом где-то растяжется в период. Если там экономический процесс подозревает, ну, строительство, там, дом, плата, оскоренный объект, то так и должно быть. У нас есть средства и в какой-то последовательности по согласованным графикам будет. Поэтому мы будем точно так же согласовывать со всеми графиками, через утверждать дирекции и в этой логике производительные церкви. Это будет утверждено в дирекции после получения решений. Скорее всего так. Я скажу, есть ли позиция, и, наверное, тоже я должен об этом сказать, о том, что так или иначе будут продажи, так или иначе будут аккумулированы средства, и вопрос в какой логике двигаться по достройке. Есть ли там предложение рабочее? Если вопрос с финансированием, понимаете, финансирование, как будет решено, затянется, составить график по принципу, в первых, достраивать те дома с наибольшей степенью готовности, то есть с наименьшими затратами на достройку, с тем, чтобы максимальное количество инвесторов, плачков обеспечить жильем, а не растягивать и не размазывать затраты в периоды. Потому что оно, вы же видите, это особенно там на эврике видно, что стройка там на первом, на фундаменте, это же два таких остатков, поэтому и в бодневых объектах. Поэтому сегодня логика такая вот, есть средства, на эти средства набирается объем работы, на этот график и утверждается. В такой логике именно. Единственное, что я могу сказать по садникам, на эврике и на патриотике, наверное, средства, которые будут поступать от продажи садиков на патриотике, должны быть и на патриотике достройки, а то, что это по эврике, на эврике. Остальное в логике такое, что достройка, достройка и финансирование согласованных график. Потому что мы в этом смысле не разделяем и считаем, что патриотика на озерах – это источник для постройки двух же график. Я бы тут чисто еще со стороны доверителей хотел бы добавить по поводу формирования графика. Вот огромная просьба ко всем внестись в понимание. Они будут формироваться с точки зрения, в первую очередь, экономической логики просчета, во вторую очередь, с точки зрения, наверное, строительной логики, как правильно строить дома. И почему мы хорошо понимаем? Потому что это не значит, что тот дом, который напишет больше всего писем на дирекцию, или громче всех скажет, что наш дом справедливее всего было бы строить сейчас. Все остальные пускай подождут. Но так не будет, так оно неправильно. Оно будет строиться с точки зрения логики, чтобы все достроилось и достроилось максимально быстро. Над этим будут работать явно специалисты, как это сделать правильно с точки зрения сетей, с точки зрения технологического процесса строительства и так далее. Дирекция потом будет утверждать, естественно, после обсуждения с доверителями, но логического обсуждения, не в плане, что наш дом сегодня собралось 30 человек, с соседнего дома 10 человек, поэтому наш дом будет строиться быстрее. Нет. Так не должно быть. И тут, ну, должны просто все отнестись к этому, к пониманию. Виталий, а что значит, то есть раньше были просчитаны графики без учета вот этих вот всех вещей, да? То есть как строительные? Ну, если вы помните реакцию, то это в целой графике, тогда и достраиваем целую графику. Смотрите, если можно. Что касается вот тоже на ЖКР, это были вопросы. Очень. А сегодня, в плане, на сегодня утвержден графику, если честно, их нет. Ну, были графики Аркады. Да, то есть их очередность ввода в эксплуатацию домов. Они, наверно, были составлены с учетом всех строительных норм и так далее, правильно? Так, типа экономические ценности. Не знаю. Давайте так. Скажу островозно. Не знаю. Глядя на тот бардак с точки зрения подключения к сетей строительства домов, я не утверждал бы так, что там было все логично, продумано и сочередность, и с согласованностью строительства с строительством сетей. У нас это вызывает сомнения, но я не буду коллег критиковать, но там есть большие вопросы. Поэтому сегодня есть определенная ситуация, и нам очень важно сегодня согласованное и понятное направление траты средств к освоению подостройки. И очень хочется, чтобы эта логика была понятная для всех, справедливая по отношению ко всем, и, понятно, с точки зрения реализации специалистов, и по строим отражу, и по сетям. То есть это будет все программировано, коммуницировано и будет в раздражении. Я хотелось бы, если говорить о логиках, что она должна быть разручиваться всем, чтобы все понимали эту логику. Если, например, по графикам Аркавы стоял в первой очереди на достройку, а тут он вдруг всплывает последним, то как бы в идее возникают резонные вопросы. Почему вдруг так? Активурика, и людям нужно объяснять, потому что люди начинают очень сильно нервничать по этому поводу. 100%. И тогда он начинается приводить. И риск на данный, и так далее. Поэтому, если будут получены адекватные ответы, даже если будут проводиться работа, это все будет нормально. Спасибо. Корректное абсолютно и замечание. И я это сознательно проговорил. Это то, что мы внутри проговорили, и единственный подход. Я, на самом деле, вступаю в этот проект руководительной компании, для меня было ключевым и основным проблемой, которую я кроме финансирования считал, это согласование графиков с строителем, чтобы это было справедливо, понятно, и не вызывало отторженности в участии инвесторов. Где-то как будто покажется наверняка несправедливым, где-то, учитывая существующие и логичные графики по Аркаде, например, и так далее. Но здесь-то нужно все равно искать компромисс, понятный, прозрачный. И наша задача, как и векция, правильно коммуницировать, донести до всех логику. Когда-то я согласен, это будет, наверное, более комфортно восприниматься. Пожалуйста. Походу, потому что я у меня в списке, вы видите сейчас, вы говорите, это Артем Павлович, вы говорите, что реализация проекта Патриотов и Кононавтёров будет, естественно, в октябре продажа, да? Шарфа продажа. Мне интересно задать вопрос, какая моделька была бы реализация товарных отставок? То есть вот у нас в аудите, да, указано, что 48 тысяч квадратных метров товарный отставок на Патриотики на Азёрах. Вот. И попали на Артем Павлович, мы тоже задали вопрос, есть ли эти товарные отставки, они сказали, что есть. То есть как вы видите, ну, в Абрике понятно, да, вот он дом, он не достроенный, у него есть непроданные квартиры. Тут идёт смена проекта, поэтому хотелось бы понимать, как вы видите реализацию этих товарных отставков и передачу этих средств в наши фонды. Смотрите, мы говорим о том, что появляется новый проект. Да, да. Немного коснулся от этого, наверное, на Патриотики на Азёрах. Ну, то есть фонд у нас же общий, но тут будет, как бы, уговное изменение. Да, да. Будет, ещё раз, посмотрите, будет запроектирован абсолютно новый проект. Будет второй фонд, не связанный с фондом финансирования строительства Эврики, или Патриотики на Азёрах. А инвесторам, которые проинвестировали, которые проинвестировали, им будет предложено несколько вариантов и механизмов. На их выбор. Вот какой они примут, потом рассчитывать на этот остаток. На остаток, да. Речь о остатке. Эти дома, которые тут застраиваться не будут. Вот те, которые продавались, они будут. Мы предложим альтернативно решить. То есть, мы на эти 48 тысяч, и каждый раз в аудитории. Нет, там ничего уже нет. То есть, там только есть проданные квартиры, которые могут быть поменены, либо на тревожку, либо ещё как. Нет, если можно, этот вопрос легко закрывается точно. У нас очень детально прописано меморандум, и каким образом будет разводиться ситуация между Патриотикой и Патриотикой на Азёрах. Там предусмотрено, как и Дорис Павлич Саус сказал, инвесторам Патриотики на Азёрах три варианта. Вот. Это получение квадратных метров аналогичного объёма Патриотики и революции. это здорово, а в принципе, нам, а про деньги надо строить? Я же отвечаю. По меморандуму предусмотрено 10% частка на Добудову. и только лишь вот эта частка на Добудову будет идти, как поступление средства Патриотики на Азёрах, на Патриотику и на Эдрику. Ни в каких остатках товарных по фонду финансирования строительства Патриотика в части квадратных метров Патриотики на Азёрах у меморандуме у нас изначально не было прописано на Азёрах поэтому Ну и не планировали застраивать себя дома. То есть, логика была открова. То есть, это совершенно другой проект, другой проект. Наша задача, там, где есть доверители отриотики на Азёрах с ними, закрыть вопрос, регулировать и развивать проект и выполнять фонды для строителей ЖК. Там, напомню, 28-й дом, тот, который запроектирован этот проект. Патриотики на Азёрах согласованных Генплан. Да. Нужно ПЦД, согласованных Генплан и, впрочем, можно здесь приступить при понимании того, кто из-под его детей на Азёрах соглашится, куда переместиться и тогда достигнут аварки на остатки в 28-й доме, те, которые раз обнажали Так, следующий вопрос. Просто продолжение. Спасибо. По поводу графиков, которые были изначально представлены ухлотнением. То есть ухлотнением она будет и не будет непонятно и вот эти графики, которые рассчитывают на 25, до 600, по-моему, они, насколько я помню, были без предсчета в 28-м. с Смотрите, там было несколько вариантов графиков. Они были исходя из того, что мы достраивали 90-й это дополнительно нам давали 1,6 млрд на настройки ЖК и патриотики. И мы говорили о том, что нужно реализовать еще дальше 86 гектаров, потому что полностью закрыть дефицит из строя ЖК и патриотики. Поэтому отвечаю на вопрос по графикам, по чекущему согласованным графикам на сегодняшний момент нет. Они четко привязаны к объемному финансированию. Если не будет объема финансирования, я даже сейчас не хочу подразвучивать, насколько тянется период водостроек. То есть реализация застройки 176 гектаров патриотики «Назер» это больше 10 лет. То есть фактически поступление больше 10 лет на достройку. Никто 10 лет от деньгом достроено. Поэтому будет согласован с инвесторами как это средство будет хотел сакцентрировать или направить плоскость получения государственной помощи в достройки. Потому что у нас на сегодня это закрывает практически все вопросы связанные с достройкой. Перевода все дома начинают строиться одновременно. То есть это по силам организовать достройку при наличии цены. То есть мы сегодня посчитали на 3-летний практически 3,5 миллиарда гривен за 3 года по достройку. А возвращать либо поливодный кредит мы будем в периоде 10-10 лет или на каких условиях мы получим кредит если это будет кредит. И пока мы достроим метры квадратные которые у нас объективы будут потому что касается согласованных графиков нет. Почему и сложно на сегодняшний момент ответить на вопрос когда будет там тот или иной дом построен. Все зависит от привязки от денег которые будут сегодня не стоять и действительно не бездействовать по этому году выполняют те мероприятия которые будут в состоянии в любом случае понимать что нужно сделать и часть вопросов закрыты. И организационных по реанимации компаний еще раз скажу у нас несколько вещей что вы тоже для себя четко понимали вопрос то что корпоративные права по группе банки обрядов это оставило надежность сегодня не очень длинные в годы по переоформлению тамборов разрешений и так далее где-то просто юридические коллапсы возникали дала возможность нам сегодня юридическую водоснову при наличии финансирования дальше двигаться поэтому к вопросу даже к этим домам сегодня наличие действующих там аркадо-будневные цели позволяют вводить эксплуатацию вообще непрозрешительных документов и вторая история это безусловно вопрос реанимации взаимоотношения с подрядчиками которые выполнялись тем, что они убедили что компании существуют компании есть есть возможность через них организовать финансирование независимо от того что есть блокированные счета но там целый горь вопросов которые необходимо сейчас решать и мы бы решались но тем не менее деньги находятся платятся и решаются какие-то текущие задачи охрана облада рекомендации давайте дальше про списку у меня огромная просьба потому что нет подождите давайте ублотнение будет ублотнение будет хороший вопрос хороший вопрос что касается остальных если будет получаться согласовать в соответствии с теми нормами ограничения которые сегодня существуют дополнительно это 172 это источник 172 это возможно скорочный и не скорочный это 90 тысяч квадратных которые изначально формировались поэтому я бы осторожно смотрел и не сделал бы из этого единственный путь возможный для достройки это один из таких частей составляющих для возможности достройки но он есть им пренебрегать с одной стороны это неправильно с другой я понимаю у многих вызывает раздражение недовольство мы встречались с теми домами более стесненных условиях которые говорят о парковестах которые и сегодня не обеспечивают мы все прекрасно понимаем поэтому я бы сказал решение определенных вопросов в основном можно спокойно смотреть на решение вопросов об обладании в принципе я практически ответил так давайте следующий вопрос в какой период времени будет столица групп за решение вопросов господинансирования я бы 10 баллов на оценке дал человеку который написал этот вопрос отвечать за сегодняшний институт давайте я скажу так возможность такая есть она не эфемерная это ключевое в этой истории что доверители банк аркада сегодня просят за счет налогоплательщиков получить какие-то привилегии какие-то деньги это ключевое есть источник и это средства которые мы просим они вызывают это ключевое возможно это реализовать но мы по нему должны какие сроки и периоды мне сложно сказать как в наших конституциях решается как элементарный вопрос для меня по цене при желании воли я думаю что вопрос финансирования можно было до конца кто подозрел в реальность там подзаконные акты изменения 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 бюджет и по большому можно по списку пройтись а потом те вопросы которые не попадут чтобы мы упьем я думаю все вопросы ответят при чем здесь наш дом я имею ввиду было структурировано больше если бы по финансированию по застройке я стараюсь не пересекать эти вопросы я смотрю то что уже было отличено я стараюсь пропускать потому что следующий вопрос решил ли вопрос задать я не знаю частично да концептуально вернув вы договорились я бы сказал сейчас в деталях отрабатываем возможности и механизмы по оценке наших специалистов и проекторов наши предложения об отступлении они реверсичны поэтому желание есть воля есть осталось окончательно подтвердиться в данном решении предложения есть и я еще раз говорю они без последовательства линии 110 и на станции когда предположительно начнут строить 28 устроить потом измогоплод если можно сейчас секунду может следующий другая подробность хорошо да столица крупных застройщиков управляющих компаний или некая тугая компания которая готова нас достроить выделяет 10% оборотных средств на достройку всем домам так как нет кредита по 2% это будет происходить 10-15% проценочное суждение готовы ли они взять кредит у инвесторов синими вина на 0% под исключительно индивидуальную достройку нашего дома с обязательством вернуть средства инвесторам через 10-15 лет с половых 50% у меня есть там предложение что касается общей логики к которой мы двигаемся еще раз повторюсь столица групп где застройщик и нигде документально об этом не написано и логика в которой написано меморандум и она действительно эта логика подразумевает что компания столица групп в составе приводитых на озерах наполняет источник достройки достройки проекта и потребности вопрос с точки зрения отдельных решений по отдельным домам я тоже бы предложил вынести отдельно не в рамках этого рассуждения о котором мы встретились и проговорили насколько я оцениваю возможность я бы сегодня не сбрасывал на счету на самом деле самое комфортное и правильное решение получения гарантий финансирование от государства правда это тот вопрос который бы в кратчайшие штуки сняли бы массу вопросов и массу проблем если ситуация будет развиваться как-то по-другому еще раз мы готовы встречаться проговаривать лишь бы это было понятно цивилизованно в юридическом правом наиболее и было согласованным большим злом жителей я думаю две стороны то есть встреча проговорим отдельно я бы предлагал кто-то вообще не смешивать не смешивать при оплате денег за охрану например в договоре столица групп выступала как кто я думаю вопрос по поводу охраны патриотики эврики там стороной этого договора была вот эволюция аркадополивництва действующие застройщики патриотики эврики соответственно поэтому опять же только что было озвучено столица групп не является юридическим застройщиком юридические застройщики у нас остаются точно те же будет эволюция аркадополивництва что сто процентов простит процесс организационный дальнейший но это тем не менее не мешало а абсолютно виталия откуда возник этот вопрос то есть Владимир Молчанов после подписания меморалов на самом деле и так далее когда он делал интервью атом проговорила что застройщиком теперь был прямой вопрос кто является застройщиком и был прямой застройщик уникалия столица 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 групп откуда вопрос как бы возможно она там некорректно ответила с юридической точки зрения наверное это неправильно вот просто я как бы ну да вчерашнее просто вашего выступления как вы сказали что вас обманули на данный момент мы видим что нас обманула Влада Молчанова правильно? есть на самом деле Влада Молчанова ответил о том что столица является застройщиком трех ЖК и на документы она сказала что идут устраивать семь процентов вы часто говорите о двух процентов и о том что столица групп не является ответственность никто то есть вас обманули кто нас обманули вчерашнего вашего после вчерашнего подозреваем ну тот кто задавал вопрос некорректным образом если можно я вот просто этот момент уже проговаривал и с инвесторами общаясь и в чатах этот вопрос последние два дня почему-то всех взорвал я не понимаю почему значит тогда никто никого как вы говорите не обманул ни на прифиге ни после прифига потому что важно разделять юридическое понятие застройщик заморных и так далее секундочку которая тогда из доверителей тоже никто никаким образом не подразумевал и организационный момент застройщика который организовывает процесс если вы посмотрите на структуру всех строительных компаний города Киева которых вы называете застройщиками по тем или иным в ЖК так вот если поднять документацию то застройщиками это нормальный процесс юридический процесс нормальный понимаете есть застройщик есть заморные есть подрядчики сейчас я закончу просто исчерпать этот вопрос раз и навсегда значит кто-то 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 слишком умный или наоборот не слишком неделю назад это не важно но кто-то подкинул эту тему что почему-то застройщикам должна была выступать именно столица групп и это каким-то образом гарантировало или ускорило во всех процессах можно я отвечу? можно я отвечу? секунду можно я отвечу? спасибо так вот важно понимать сейчас что у нас есть действующие застройщики которые и были с которыми вы подписывали договора когда приходили будь то доверители или покупатели имущественных прав приходили в банк патриотиков все договора с подрядчиками по всем домам которые строили непосредственно дома они остаются на сегодняшний день действительно работа будь эволюции разблокирована через нее строить можно юридически финансовых организационных препятствий осуществлять строительство через будь эволюцию нету абсолютно никаких столица групп в моем понимании в понимании актива да действительно является застройщиком но в другом понимании этого слова который помогает организовать весь этот процесс если вы заметили то специалисты столицы групп всячески сейчас участвуют во всех процессах сказанных строительство наших ЖК будь то инвентаризация будь то осмотр домов и так далее вот это и имелось ввиду Владислава и так далее по поводу кто будет застройщиком люди в контексте спрашивают кто организовывается группа организовывает ну вот и все тогда все я одну секунду то есть вопрос в том что когда мы говорим что застройщик застройщиком мы тоже понимаем что там есть кто строит один дом второй дом другой застройщиком тоже есть фирмы на которые все в форме но застройщиком мы называем компанией которая по сути организована если в данном случае девелопером является столицей труд давайте давайте скажите правильно называем давай давайте давайте я вам вопрос что застройщиком не 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 вы просто не на вашем примере я за нас за нас за нас он не я не я я не я Давай не превращать Монархар в Краб. Просто хотелось бы тоже, чтобы люди тут как будто уверенность себя чувствовали, а не так, что... Секундочку, мы пять месяцев завасовывали Монархар. У нас полная группа, у нас нет в столице групп, у нас есть дирекция, которая... Если можно, не надо повышать. Не надо сейчас повышать. Я вам очень прошу, что можно, что не надо. Давай, давайте конструктируем. У меня очень важный вопрос, как будет достраиваться и как будет реализовываться, а не тот, кто юридически, наверное, для вас в данном случае будет являться нормальной застройщикой. Почему было принято решение, например, оставить тех же самых застройщиков, которые сегодня проводят документы, при этом, потому что есть долги, есть, ну, другие другие страны. С точки зрения того, чтобы максимально сохранить имеющиеся возможности по угоду эксплуатации, достройки, юридические отношения. Именно в этой логике и принималось, как же, решение, и приобретались необходимые права. Все правильно. Да, именно в этой логике. При этом, при этом, есть кредиторская заложенность перед подрядчиком, с которыми тоже мы работаем. Поэтому, еще раз, вас никто не оставляет точно, никто не бросает. Сегодня мы полноценно, напомню, даже не дожидаясь подписания меморандума, по-моему, мы уже добежали и движемся. Поэтому, ну, никуда не делится. Так что, Николай Иванович, можно я дополню этот вопрос? Смотрите, ну, вот у нас был банк Аркада, да, который тоже не является нашим построщиком. При этом, на вашем примере, ЖК Варшавский, мы видим, что весь город увешан произведенными баннерами с фототипом Халин Сатур. И, на самом деле, наш вид очень травмированный, да, на сегодняшний день, который будет уже два-три года назад сама. Может быть, можно было бы каким-то образом маркетинговым обойти, чтобы вот просто вы брали на себя, да, скажем так, чтобы мы звучали как-то инфрагрупп, чтобы мы наш встрой как-то сделали. Не как застройщик, как застройщик, как бы компания, которая стала решать социальную проблему. Ну, то есть как в каком-то моменте? Диана Сатур, без Баскор, без Баскор, без Баскор. Баскор, без Баскор, отдельная история... У меня есть про интерактивность кашмота, есть реклама с Троицей-ру. Варшавские, интерактивные ма. Может сделать следующий вариант? Патриотика, интерактива варшавскому и без шанс? Да, с Троицей-ру. Любые креативные киевы вешают, которые вы сможете. У меня просьба, потому что в столице продаёт, там, где она является, и продаёт, показываем этот вопрос по продаже. Там вот идти бренд, который официально зарегистрирован. Он тоже стоит денег, как столица, как товарный знак. Именно в этом. Поэтому, что касается продажи, я уверен, что патриотика на озерах будет продаваться именно под этим брендом. Что касается товарных остатков, у меня есть предложение, пусть это при блютургации, житоват, финансовом плане. По согласованным, понятным ценам. Вы чувствуете, что направление наших вопросов сходит в день вечера? Да. Вы нас просто убедите. В чистоте с предметами. Я буду считать какими-то предметными действиями, они рассказывают, как будет хорошо, когда-то и так далее. Я же мог прийти и рассказать вам совершенно другие вещи. Так это надо бы рассказывать, когда вы приходили сразу, молча у нас в балансе. Она бы сказала, вот такая ситуация. А на тот момент сказал человек, что он за нас очень сильно переживает. И она готова нам помочь. И она готова сразу 500 миллионов вложить. Без всяких таких самых, для того, чтобы нашли там амфастракцию. А сейчас мы опять начинаем, когда уже молча без земли, мы теперь начинаем отстаивать ваши интересы, при этом без вашего логотипа. Все. Игорь, а нужно вопрос встречи? Можно. Когда полгода согласовывали детальнюю запятую меморанду. Когда там предполагалось создание дирекции. И все это понимали. Что вопросами достройки эврики и патриотики будет заниматься дирекция. где одной из ущадителей будет компания столица. Это все понимали. Это все знали. Это все обсуждалось. Это было открыто. Почему сейчас это меняется для него в столице? Я подумал. На тот момент всегда звучало и со всех уст-уст о том, что столица группа в нас застройщик. После позавчера, что я принято. Который просто тупо сказал. Усмешку инвесторам сказать, что вас просто обманывают. И при этом есть видео там, где Молчанов говорит, я инвестор. Кличко говорит, инвестор, ой, Молчанов говорит, я застройщик. Кличко говорит, что он застройщик. И все, и все высшие эшелоны. Значит, если столица не наш застройщик, то почему тогда остановились эти движения в декабре и не потребовали государство добавленных гарантий и достройте со стороны государства гарантий. У вас есть такие примеры, что государство взяли застройщик? Вы пришли для чего? Чтобы помочь или для того, чтобы создать проблему? Мы боролись в течение года, да? И потом наш процесс борьбы остановился, потому что нам прогарантировали о том, что вы, та бомбальник, которая нас достроит в течение 3-х лет. Уже прошло полугода, где-то, то есть у вас осталось годом. Я прошу остановить, что у вас процесс борьбы не закончен. Я уверен. Так давайте бороться вместе. Так вы покажите, что вы. Мы готовы бороться. Мы готовы бороться. Мы готовы бороться. Мы готовы бороться. Я об этом и говорю. Не процесс не остановится. А что касается заявлений, внимательно посмотрите. Было заявлено о том, что Кличко на брифинге назвал столицу групп застройщика. Это вот у них. Поэтому и было страшно, что тот, кто это заявил… Есть, видел. Есть, видел. Но мы уже готовы. На брифинге. На брифинге. Застройщик столица групп взял на себя. Вчера у вас за брифинг смонтировал все обещания. Кроме этого мы получаем письма, мы обращаемся в службу. Безопасность и т.д. Подвесок, но они для ваших стройщиков стоят. Давайте я просто… Я просто… Я просто… Так сложилось, юрист по профессии. Люблю точность формулировать. Вот мне вот это нравится и импонирует. Да? Да. Ответственно заявляю. Пересматривал то видео, о котором вы говорите. Так вот Кличко сказал следующее. Заниматься достройкой житловой комплексе Эврака Патриотика будет компания столица группы. Скажите, это не отвечает действительности? Компания столица группы в составе дирекции сейчас не занимается? Эдуард Степанович, Банан Валентинович, Богдан сейчас стоят. Это не занятие процессом достройки наших житлов. Секунду, ждите. Это не означает инвентаризации, охрана и т.д. Это не означает, что компания столица групп тратит грибные, денежные и т.д. ресурсы на то, чтобы достраивать наши житловы. Там ведь не было кличко, но сказано фразу. Вот когда вы говорите, формулируете, что кто-то кого-то обманул, давайте тогда точно формулируем. Когда прозвучало на встрече, что мы вас обманули, мы не являемся. Тогда скажите, мы не являемся юридически застройщиком, но мы занимаемся решением вашего вопроса. То есть мы там являемся, когда ты был, и тогда входишь в состав дирекции и т.д. А тут, когда вы просвучали, типа мы не являемся настройщиком, чтобы к нам никаких вопросов, ну то есть как бы люди так и реагировали. Это при франции. Смотрите, смотрите. Давайте по другому. Давайте не говорим. Откроем документы, которые подписаны, где есть подписи Владислава Молчака. Есть мои как столицы. Давайте откроем, внимательно почитаем. И об этом будем говорить, а не будем сейчас монтировать, сгладывать и что-то придумать. Вы заходите в состав дирекции. Вы скажите просто, когда звучат такие вопросы, говорите, мы в составе дирекции занимаемся вопросами застройки, но мы юридически застройщиком являемся. То есть не надо, чтобы вас обманули, тогда не будет такой реакции. Посмотрите видео, как это было. В ответ на какие-то вопросы. Мне кажется, что мы сейчас заканчиваем вопрос. Давайте потом подачим вопросам. Давайте. Перевращаем по запалу, а вам сейчас. Мы решаем, что мы как будем. По-моему, мы не заканчиваем 2 часа. По-моему, мы не заканчиваем 6 часа. Либо будем устанавливать клинику. Идем право. Просто слышно только вас. Мы собрались именно ну. Не ради вашего бенефиса. Я понимаю, что... У нас есть очень много вопросов от инвесторов. Виталик, читай. Может, 28-й дом? А то вы взяли? 28-й дом? Значит, 28-й дом, который дополнительный был запроектирован. Проектировал Аркадо. И не начало строительство. Он прошел экспертизу. Но не согласован Генплан. Значит, всем нет. Есть ряд вопросов. Не хочу вникать в детали. Он будет согласован после Арк Нормом. Но от 3 до 6 месяцев, в зависимости от того, как он будет согласовываться в департаменте архитектуры и в ДАБе, будет регистрироваться поведомление в размину данных, его можно начать строить. От 3 до 6 месяцев его можно начать строить. Это 28-й дом, да? И когда занежут среди уже туда? Нормальный срок строительства для наших объектов это 2 до 2,5 года. То есть раньше, чем 23-й, который стоит уже в высокой сети не готов. То есть давайте по 23-му дому. Да, вот у нас дом. Мы сейчас говорим про 28-й. Давайте про все разом. Вот вы с Семеном стоите с 23-го дома. И честно, у меня такое чувство, что тут группа поддержки собралась обсудить 23-й. Скажите, пожалуйста, это будут панельные домы? 28-й будет панельные домы? Да. И планировка будет идти. ДСК-3 дом. Спасибо. Какая сумма кредиторской задолженностью под эволюцией, если схема повышения долгу? Какая сумма у нас установлена на аудитом? Опять же, с которыми все могли ознакомиться без проблем. А это либо схема повышения долгов? Это есть в выпадах аудитом цифру. Ну, это 30-40. Это только 1 и так далее, и так далее. Ну, еще раз цифру. Если нужно, подняли меня просто перед собой цифру. Цифру нет. С точки зрения работы с кредиторской задолженностью, это вопрос переговорного процесса, с направления графиков от строчки, рассрочки. Но, опять же, сложно вести диалоги с подрядчиками, не понимая, когда будут выделены средства и, соответственно, как бы возобновлена работа с ними по подошвению задолженности. Те, кто обращается, и там, где у нас были через суды заблокированы счета, договорились о подсрочке до конца данной и рассрочке на 3 года, если не согласен, 2 года. Поэтому... Что? Какая? Там, если вы не понимаете, вот, в нём. 342 и 3.4, 2 из лица и так далее. И так далее, и так далее. Ого! Как и отработали 1 миллион, по-моему. Это вместе с... Это со всей группой. Да. Это со всей группы. Да. И со всеми рисками, которые... И с векселями и так далее. То есть это максимальная цифра, которая была... Возможно, с которыми кто-то работает. Да. Следующий вопрос тоже сразу зацентил. Какой процент риска банкротства от дорожницы? Какой процент риска, что будуеволюцию задернул новый крупный кредитер, взял от перерыв сроки долго с кочными кредитерами, а также может претендовать на актив будуеволюции? Завершенные дома, стройматериалы путем банкротства, продажа через Сетан, заползенные и так далее. Еще раз. Мы все процессы, связанные с банкротством, мы сопровождаем. Я думаю, что ситуация, в которой будет заблокирована деятельность данных компаний, будем основываться для работы, она не будет допущена. С глубокой уверенностью в этом говорю. И уже на настоящий момент, где эти процессы запущены, и мы с этим работаем. Все эти компании до момента окончания годовой эксплуатации были на блоку, жили и давали нам возможность документально вводить на баланс. Тут вопрос их наличия важен с точки зрения того, что они, какие лица существовали во время годовой эксплуатации. Поэтому в этом направлении юристами компаний проводится работа, и уже по ряду компаний нужно и решения принять, и одержаны решения комитетов, кредиторов. Поэтому, ну, я не допускаю вопрос. Не хочет ли столица группа помочь шестнадцатскому дому с обустройством при домовой территории? Глипу положить, сделать мест, аспортированный из фарисов, фарисов, фарисов и землю завести? Надо в том, чтобы мы будем выполнять планы? Да, оставим. Следующее. Прошу. Это шестнадцатый дом, это второй дом, который через два-три метра можно подавать одного. У нас по домам, дома с высокой степенью готовности забюджетированы порядка восьмидесяти миллионов именно на годную эксплуатацию со всем комплексом. Гаркейль сказать, есть ли там планы устройства? Частично. Частично именно есть. Частично. То есть, есть сумма бюджета, на правду которой мы будем реализовать 80 миллионов непосредственно на подготовку к годному эксплуатации. ones Они probably не должны ставить Ну я думаю, что ну я думаю.. Да.. Те-то не хватает Думаю. Яким чином доверители, которые не есть членами кооператива, могут привлечиться до сбора коштей, которых не хватает для обведения и эксплуатации 16-го облимпного остального. Ну, кто ж не вернёт? За отношение внутри кооператива 16-го облимпного помещения точно не в рамках дирекции или всего лишь обезвлечения. А вопрос по каким из пяти домов КМДА просит отплатить по его участию? Хороший вопрос. Смотрите, по ходу эксплуатации боевая участь не оплачивается, она необходима для получения почтовых адресов. На сегодняшний момент есть урегулирован вопрос в КМДА, потому что департамент экономики должен платить справку о плате боевого, несмотря на то, что законодательство отменено в боевую. Поэтому на сегодняшний момент на обвод домов в эксплуатацию от получения судебников процесс оплаты боевой не влияет. Вторая история. При получении почтовых адресов, если до этого, а уже есть обещание КМДА этот вопрос отрегулировать внутренним положением и убрать это из существующих порядков, обращается в суд и в любом случае оплата боевого не потребуется. Поэтому есть практика и судебная в том числе, как люди, это для получения почтовых адресов. Почтовую оплату боевого мы точно не допустим минимуму оплачиваем. В раках организация. Вопрос задаю к тому, что будет ли проблема, боевую часть отменили. Есть по каким-то из этих пяти домов уже заключенные были договора с КМДА, то есть, возможно, поэтому вот три Эврика и один Патриотик. Они не подписаны по Эврике точно, потому что передавались предложения от КМДА в Каде Будемысливо, Лето, я точно помню. В Каде Будемысливо там не подписал эти дома. Есть подписанные дома? Ну, точно был подписан по Львовскому, но там было решение суда, который выиграл. 26-й дом, это 100%. И, по-моему, было два договора по Эврике. Были 26-й, 19-й Матриотики, по Эврике не было. Смотрите, концепция какая? По-юбой мы не платим, законодательство сегодня, ну, по-юбой. И если будут возникать вопросы на этапе получения почтовой, адресованной, соответственно, потом регистрации прав собственности, мы все равно этот процесс будем сопровождать, в том числе, судебным порядком. Дальше вопрос технического. Наверное, техническая, в каждом году, там, надежная работа, что там будет возможность. Какие именно работы будут выполнены сейчас в рамках выделенного бюджета на выработку материала и техническая, необходимая работа. Временно будет выполнять их столицы групп или подрядчиков. Я отлично. Спасибо. Значит, из того, что вы запланировали, ну, как мы видим, необходимого, нужно сделать на 32-м доме кровлю, хотя бы в первом слое, для того, чтобы не разрешилась вкладка и, возможно, мононитные конструкции. По всем остальным домам, это минимально необходимый перечень работ для сохранения, ну, их в том же состоянии и не ухудшения этого состояния. Это запенить окна, зафиксировать, закрепить, поставить двери недостающие, там, где двери уже стоят, стекла, двери, ну... Владимир, мы говорили о том, что две недели мы возьмем то, что полностью весь перечень работ, которые необходимы, показать, еще более того, на смене идти. Можно потом будет, ну, там, через дирекцию... А где надо спешить, люди понимали, по какому-то тому пути работа будет производиться? Ну, две недели, для того, чтобы не правильно, недостаточно. Угрупленно уже есть. Ну, как дела, хотя угрупленно уже есть. Для каждого другого. Этот список. Значит, потом дополнительный дон. Дальше у нас идет детализация 19-20% средств. Как можно помочь? Неуместно, наверное, сейчас, опять же. Через дирекцию. Значит, будут ли делать консервацию дону за счет средств и среду, в случае, если нас не дадут в виду? Смотрите, я уже сказал, что порядка 50 миллионов, мы не дожидаясь, мы сейчас начинаем затратить, для того, чтобы их работали. Вот. Сколько времени может дом и уже установленный материал находиться в таком состоянии, в котором он находится сейчас, без дальнейшего ущерба для достройки и общее состояние дома? Ну, наверное, индивидуально, в каждом случае, это не наценка. И, там, проведенная индивидуализация и заключение, может быть, неископотерили или иным вещам, работаем. Это даст ответ на вопрос, можно ли использовать его? Да, сыпучие материалы, которые приезжают 2-3 года, они уже неприводные. По Минвате, которая открыта и разорвана упаковка, вероятно, тоже, потому что упакована и лежит в здании, и там все хорошо. А панельные дома вообще? По панельным домам ни мы, ни подрядчик, ни НИИСК, ну, большие проблемники. На сегодня. И сколько они могут, ну... Без ушел по 2-3-5 лет практически. Практически в будущем. С минимальным, скажем, на граждане язвами. Так вот, это не прошло. Ну, ничего страшного. Все хорошо. Что? Все хорошо. Я говорю, 2-3 уже просто прошло. То, что с ними ничего не случилось. Это заявление ДСК 3 Сологуба, это заявление НИИСК, и наше тоже мнение такое же. Просто если дальше оплата на этот самый... Если дома окажутся от внутренней отделки квартир, пересмотрят по количеству оставшихся работ по дому, ускорит ли это достройку дома, ведь сумма по затратной части разогнилишься. Да? В разы. Ну, не в разы, я бы сказал. Если дом маленький, на 250 квартир, отделка квартир – это порядка 10 миллионов. Дом на 500-600 квартир – это порядка 20 миллионов. Конечно, если их не надо будет тратить, то остальное найдется быстрее, с моей точки зрения. Ну, опять же, это к вопросу, если не будут дополнительные финансирования. Второй вопрос. При составлении, допустим, предложения практика с наименьшими затратами, тогда нужно будет принять решение, что отказаться от внутренней отделки, тогда этот дом, наверное, нужно 20-30 миллионов, как показывает практика, будет дешевле с точки зрения застройки, где-то в ранжире застройки не будет раньше, скорее всего. Вот такой логик. А если мы отказываемся, ну, если оказывается дом не от ремонта, то это принесет по собой какие-то технические, физические рекомендации? Вот ремонт при приемке дома, значит, эксплуатации никаких проблем не будет? Нет. Есть постанова, если я не буду, Минрегиона, вернее приказ, в котором написано в состоянии домов при сдаче, а не без пунктов, без отделки маркетов. Хорошо. А сколько нужно человек, например, чтобы отказалось, и это будет, и это будет, возможно, индивидуально. Это нужно будет принять отдельное решение. Вообще-то это должна быть общая позиция, скажем так. Нет, ну, может быть, ну, типа, позиция большинства, и прям... Давайте это обсудим, это то, чтобы предмет обсуждения и принять решение. В моем понимании, это должно быть большинство, которое бы приняло, и которое потом люди не приняли и сказали, извините, мы с этим не согласны. Ну, то есть какая-то часть, а мы хотим с одним. Не, ну, найдется один такой, типа. Один найдется. Ну, чёрт. Второй может быть. Один будет подождать. Один будет подождать. Всегда будут те, кто не согласен к этому. Я буду ждать за этого. Нет. Я думаю, что все не будут ждать за этого. Я думаю, что это то, что вопрос, в первую очередь, наш внутренний какой-то, да. То есть нам нужно будет потом собраться, выработать позицию, что нам неинтересно на два года затягивать строительство патриотики. Лучше, чтобы мы все приняли, большинством приняли решение за весь ЖК, и тот ЖК тоже, за все ЖК. О том, что отделки, ну, отделку делать, наверное, нецелесимо. То есть вы имеете в виду, что надо принять решение вообще на уровне всех-всех-всех? Я себя вижу, это так, да. Я себя вижу, это так. Ну, просто в СМИ там эти все суммы заложены. Нет, они разложены. СМИ можно там просто работать. И все работают. И СИД разложили, и отделка, и... Да, то есть если по всем домам собрать, может быть иногда 3,6 миллионов, это не настолько... Это не настолько... Это не настолько... Это не настолько... По нашему дому одна пятая. Семь-семь... У меня один вопрос. Мы это слушаем сейчас. По отдельному каждому дому можно встречу какую-то организовать? Это очень... Это очень... Тоже хороший вопрос. Смотрите, у меня просьба. Просьба. Мы закончим на следующей неделе, и вы предварительно говорили во вторник, с Патриотик и Назеры. И, наверное, скорее всего, готовы будем в отдельных случаях встречаться с домами, с домами, и обсуждать с ним те вопросы, которые вы не будете. Но вот на сегодняшнем этом тоже просьба иметь консолидированную, четкую позицию от инвесторов в единую. Для того, чтобы мы в своих требованиях, предложениях не распылялись. Иначе вы же понимаете, это всегда выглядело странно. До этого вы должны сложить уже ситуацию. Да, понятно, понятно. Пока он не нашел, например, дому, который у тебя 19, потому что он в большей степени готовности. Я это озвучиваю, потому что тут и там, и я понимаю, что мы все в равных условиях, но сам парк, у нас сейчас там тоже трение и внуза. Поэтому мы хотели бы вот личную встречу, и чтобы близко понимать, чтобы там не расстреляться. Мы на дирекциях обсуждали... Если этого возможно. Еще раз, на дирекциях обсуждали, это возможно, и мы будем проговорить. По крайней мере, нам это точно поможет какую-то единую позицию выработать по отношению к тем или иным вариантам развития событий, которые возможны. Вопрос в тексте этого. Давайте тут уже мало осталось. Мы сейчас тему просто затронули по поводу отделки. Если мы говорим про финансирование выкуп квартиры украинской жидко-компании, не будет ли это тоже проблемно? Потому что мы, например, согласуем, что мы без ремонта в принципе уже бывает на плане, они собираются покупать, например, если с ними будет договорено, что они будут с ремонтом, то есть как? Или там будет это вообще, ну, когда должен покупаться, что они будут без ремонта эти квадратные места? Когда будет конфликт, тогда появятся эти вопросы, нужно будет обсуждать. В частности, там, смотрите, порядок, порядок, сегодня мы в чистом виде не попадаем. Этот порядок можно будет обсуждать, для того, чтобы мы могли туда попасть, в этот порядок, которые они не могут выкупить товарные места, которые они не могут Ким будут укладывать доброе на основание мудрость системы предоставленной эксплуатации? Ну, я думаю... Попросите. 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 В ближайшем домом, который приступил к сдаче, я думаю, что с кооперативами. Это, как и у СБП создалось. У СБП создалось, да? Секундочку. У СБП можно создать, когда у вас есть правособственность, насколько я помню. Да. Да. Поэтому, пока нет правособственности, у СБП не создается. По дамам, которые сейчас в этом году сдаются, есть два кооператива. Поэтому сейчас это, вероятно, будет передаваться кооперативам. Ну, понятно. Я просто предвижу дальнейшее событие в данном вопросе, кто в кооперативе, кто в кооперативе, кто оплатил, кто не оплатил. Поэтому я даже не хотел бы сейчас эту тему точно оборудоваться кооперативам. Есть вопрос? Да. Дальше, вопрос с отчетом. Значит, по поводу тех, значит, кредитных договоров, которым было обеспечение в виде кредитных договоров. Нашу рознь. Значит, существовали несколько кредитных договоров между аркадой и двумя компаниями. Это Аркада Будемницкого и Доркуд Партнер. Где Аркада выступала кредитором, одна из компаний выступала заемщиком, третья компания выступала имущественным поручителем. И в имущественной поруке были материалы, которые находятся на объекте. Все помнят, вопрос был с недельной давности, когда была паника, что сейчас там реализуют эти материалы, наши дома разберут, тут все разберут и будут чистой водой. Вот. Этого не случилось. Вопрос человека звучит, в чем заключается сейчас какой-то ситуация. Ну, если... В невозможности отделить сегодня товары, идентифицировать их, они уже все во время. То есть реализация практически невозможна. То есть снимать никто не будет, так? Естественно. Чтобы люди понимали, там не было... Дентифицировать невозможно, так? Выделать обнагрузки? Да. То есть лифты, которые не могут снять? Да. Лифты там только два лифта и их. Ну, условно, ну... Давайте пропущу, после каких-то мероприятий невозможно. Невозможно. Да. Все остальное, чтобы вы понимали, это все куча материала может мы оценивать их? Невозможно. Да. Вы считаете, что это влияние невозможно. То есть они будут там троги идти, все равно будут уменьшаться. Да. и тут такие, да, и по-другому, что у нас есть плата, про которую есть дневные решения, ее можно вернуть, чтобы не собрать ее? Возле 19 вода есть склад генеральной партии, которая тоже бывает в заводе, она сейчас приедет. Она не была в заводе? или она приезд оборудована? Если она будет поменять, лучше ее отдать и на место купить нормально, чем использовать по-тругому. Рабочая просто, она полгода пролежала. Можете на балансе какого предприятия находится детский сад, кому войдут деньги от продажи? Кто будет принимать учения, куда их тратят? Это много. Это уже было. Да, однозначно. сейчас у нас очень много вопрос о х. Да, однозначно по-другому. Я считаю позначно по-другому. Дальше становится вопрос цены. Эконом-класс и частный садик и люди здесь какими-то они же тоже а второе они привязаны к той покупательской способности, которая сегодня существует. Это не будет какой-то, я уверен. 600 долларов, примерно. Цена уже сложившаяся. может ли потенциальный покупатель, мы уже предъявшимся с покупателем этого сада, так попросили какую-то встречу, чтобы понимать, ну, диаметр, чего ждать. с точки зрения может речь идёт о каких-то требованиях, с точки зрения того, что мы потенциально покупателем выставили, но я понимаю, что это всё-таки сохранение профиля. Что касается ценовой политики, я думаю, что это рынок мы тут вряд ли сможем диктовать, но, опять же, рынок не требуется, не будет спроса, значит, цена будет. Ну, как-то так. Нет, почему заправки и садите, это разные вещи. да, я так думаю, но, с точки зрения, у вас появятся цены. Я с точки зрения, почему нельзя всё-таки государству, это... тут... Я, конечно, я не жил, потому что, почему не отстаивать, чтобы всё-таки государство взял автор, просто и выкупил этот сад, чтобы государству тратить. А потом, надо ещё 50 миллионов потратить, надо ещё 50 миллионов потратить на этот бенцарк, а потом ещё попробуйте его городу вручить. Конечно, я вам расскажу, не называя суд, не называя структур, которые пытались построенные школы-садники передать городу, для того, чтобы... они это принимали. Просто жильцы подключают в саду, не хватает, и Кличко там уже не трусят, чтобы... Нет, вот ты говоришь, я это прекрасно. У меня дети уже, я свою квартиру, они уже... Наши ребята, это всегда есть. Ты же прекрасно помнишь, привет, когда мы хотели рекомендовать полгода назад. Заберите садик, пожалуйста. Какой был ответ? Может быть, лет через пять, для вас там? Может быть. Ну, понимание, сегодня взять деньги, если есть подход, потратить на достройки, это более правильно, эффективно, чем нас. По поводу достройки, это... ну, сюда вы даете эти деньги, обалять, ну, обалять, достройки чего-нибудь. какие-то, какие-то, что вообще... Вы сейчас по садикам... Да, да, да. И еще раз. По садикам, несколько затрат, я сказал, порядка 80 миллионов, только по году, ну, 5-ти домов, по эксплуатации. Вот, когда задавали вопрос по поводу строительства, 16 квадратных, если я ошибаюсь, дома, травка, плитка, так как будет к вопросу стоимости продажи этого садика, для того, чтобы хватило средств для... плавства. это как раз в объекты Патриотик, этот садик. Перечень работ, которые необходимы для сохранения домов в нормальном состоянии, это тоже, вопрос, дайте след, в этом плане. Это уже решено 100%? Что, что деньги от продажи садиков будут... Ну, а как? А какие другие варианты? Но есть варианты предложения на сети... Да, это было бы честно для всех домов. Можно ли пустить на сети? Это было бы распределено как раз для всех домов, а не конкретно на какие-то дома. А что с двумя домами делать? Ну, их же тоже нужно... Ну, там же, где же сети? Ну, сети-то все нужны. Нет, нет, про сети, кто, наверное, про электрику? Нет, просто это то, с чего, наверное, мы начнем. А про электрику? Что будет сначала график с точки зрения финансовой и строительной логики, чтобы не получилось, что мы сейчас в ручном режиме без специалистов решили, что справедливо направлено туда, а не туда, через полгода строительство остановилось, и виновным останется никто. Ну, потому что в логике не было распределения средств. Чтобы сначала было какое-то распределение... Но все сети будут... Сети, в том числе, смотрите, там в ритуре сети будут, там необходима подстанция, которая, которая пришла сегодня в не рабочем состоянии его остановить. То есть... Карьера. Да, да, карьера. Сегодня есть вопросы и по сетям, в том числе, дайте эти средства. Будем быть средства. Не, ну просто садики как бы общие, да, для всех домов ЖК, поэтому хотелось бы, чтобы было по-честным. Понимаете, тут к вопросу получения эффекта. Нужно это бы распределить эти деньги по всеми по чуть-чуть и эффектами получить с точки зрения. И если бы эффект сконцентрированный, почему бы вот пометитом вам было принято, чтобы получили какой-то конкретный результат для какой-то части. И все, в принципе, с этим согласились. Поэтому так и будем дальше реагировать. Спасибо. А вопрос, можно еще? Ну, как будет организовываться на продаже? Это будут какие-то торги или это будут просто какие-то частные переговоры, потом будут озвучены по покупателям. Как это? На улице. Смотрите, сейчас по вопросу. Здесь собираются много заявок, интересные. Их не так много, но они есть. Не ведутся переговоры с точки зрения формирования стоимостьных показателей. Они будут по дирекции рассмотрены, объявлены. если кто-то не изъявит желание поучаствовать в торгах милости просто. И вы имеете в виду, вам нужно на фасад выступать, например, выставлять. на фасад стоит гораздо больше. То есть на фасад надо столько, там садик стоит, гораздо меньше. Может быть стоит его просто забрать. Вы же, если мы рассматриваем стоимость, чтобы вложить в наше садительство дальше больше денег, потому что вы действительно лучше переформатировать коммерцию, и он будет стоить гораздо меньше. Нет, с любого функционала это 100%, но это соответственно строительным нормам и так далее. Но я бы тут не играл. Здесь, я согласна, должно быть целевое назначение и должны быть школы. Ну конечно, мы можем посмотреть, но... Да зачем все школы все дистанции? Это сегодня. А у нас, по сути, последний вопрос, она не работает. Последний вопрос, а это куда? точно стоим. Дальше опять рывок с отчета, он небольшой, я еще раз начинаю зацитировать. Сгоджу на спільную позицию дирекции за участок управления, что неможливых шлифов залучения коштей дежурной помощи. Зокрема, у всема погоджено, что реализация товарных залишков на объектах до початку... Я очень прошу прощения. Спасибо. Зокрема, у всема погоджено, что реализация товарных залишков на объектах до початку активного будильництва, на рынковых умовах есть малые мысли. Вопрос основания для дипломов. Какое основание для дипломов? Ну, так как я писал отчет, воспользуюсь правом под ответом. Вывод простой. Ну, потому что на рынковых умовах вытасывать сейчас на продажу рынок по нормальной стоимости квадратные метры, которые можно реализовать на ЖК Патриотской ЖКС, в большей степени, потому что там они есть, но новые, ну, невозможно. Вы же сами понимаете, наверное, что с тем шлейфом репутации, остановленного на 2 года строительства, и до момента запуска, как здесь указано, строительство активно, вот этого переломного момента, но в рынке никто не купит эти квадратные метры по нормальной цене. Вот той цене, которая устроила бы и инвесторам в том числе. А? Какая сейчас ограниченная цена, по которой же это делать? Для всех домов, я думаю, что будет разная. На Америке есть, например, 3-й дом с степенью готовности там ООО и с соответствующим там классом домов, например. А есть 26-й дом, и котлован, и изолит, там только с нами, ну все. То есть, ну, цена будет разная, наверное. Я к тому, что, ну, логика следующая. Логика сейчас не купит по нормальной цене. При предложении, например, украинской жиловой компании покупать квадратный метр, определена какая-то цена за квадратный метр закладывается. По экспертизе. По экспертизе. Под экспертизой. Они будут наверняка проводить экспертизу на цену. Подложение вопросов этого же. Тут просто следующей фазой, извините, берем. Тут следующей фазой было написано, что логично обращается реализация через в принципе финансовую компанию государства. Ну, это было логично, потому что проведется экспертиза, определиться стоимость квадратного метра без учета, там, какого-то, скажем так, шлейфа репутации вот этой. И можно подумать, да, что цена на в принципе финансовую компанию будет ниже, чем рыночная цена, по которой можно продать. например, сейчас, даже с учетом того, что, например, ну, на сколько она будет ниже? Давайте посмотрим, да. Могутскую финансовую компанию теоретически можно продать сразу немного. А все, да. Кому-то другому, но можно очень долго и очень, по чуть-чуть. И не так. Если поставить цену, например, ту же цену, за которую вы хотите купить эту финансовую компанию, или может быть, не хочет, которую мы хотим продать, то, возможно, как бы и спрос будет, да, если поставить какую-то разумную цену, то есть, ниже. То есть, бинрегион каждый год устанавливает? Наверное, кто посидел это как-то, ну, просчитывал, бинрегион, каждый год устанавливает по каждому, ну, по каждому, короче, территории страны, да, извините, цель. вот, я думаю, что эксперт, когда будет проводить экспертизу, будет руководствоваться этим. Ну, насколько я понял, это больше 23 евро точно. Сейчас. Что-то около 23. по моему глубокому убеждению, на сегодняшний день, если выставить проигрыш ЖК Эбриха, я не хочу сейчас сильно там пессимистично говорить, ну, тысяч, ну, половина от этого, вот так, чтобы было кому-то интересно, сегодняшний. с учетом отсутствия строительства, то есть кто-то может взять деньги, рискнуть деньги, чтобы реализовать товарные ставки, и все и право. Я понимаю, что вы высоко усадите репутацию. Вы сразу подходите к тому, чтобы портить репутацию, наоборот, покажите, и поднимется репутация. Так, нам интересно столетию группы репутации и себе? Нет, наоборот, чтобы столетия группы показала, что ей цели поднимутся. Ну, ты же работал с удовольствием, репутация, и в столетии, или в столетии. Ну, почему так поимется, и почему не оптимизм? Мы не боимся, мы просто дорожим репутации, честно говоря, и у нас точно так же есть инвесторы, которые очень осторожно заводят на высказывания по 500 миллионам, которые нужно выделить и так далее. Они понимают, откуда эти средства. Инвесторы в столетии. То есть, у вас своих средств нет? Все только с маршрутства? Я вас удивлю, все средства, в том числе, аграды, злиться как раз за счет инвесторов. А так и нет. Мы понимаем, кто в конечном счете платит за все. За школы, благоустройство, остатники, квадратные метры. Так работает рынок. Это понятно. Вопрос по сменам на домах. Вы говорите уже о том, есть правильно общих чертах? Угрупненные, они даже уже передавались. Да, они передавались, То есть, какой период времени можно озвучить по каждому дому? Вообще-то, они уже озвучивали, да, то, из того, что дали главные модлядчики, все цифры, насколько я понимаю, уже передавались, и они известны. Если 19 долларов превышал, тут не хватает 120 миллионов долларов. 20 миллионов долларов, там, в общей таблице, 20 миллионов долларов, предварительность на ЗБК, и 100 миллионов надо потратить на достройку, 19 долларов. Интересует, не просто, что у него на достройку, а, где они там, 10 миллионов долларов? Так, а детализация уже даже передавалась на каждой. Можно? Передавалась в старых старых и нет, публиковались, ну, затраты по домам по каждому? Нет, там разрезет и окон фасадов, и ТП, просто это все написано. По отдельным домам передавалась, не по всем ЖК-патриотикам, по отдельным домам, те, которые особо затмашены, по оборудованию, это 4-5 домов, оно передавалось. Хорошо, подробно, это, допустим, на этой встрече, информация, да, либо какой-то периодом озвучить проекты. Вы же сейчас озвучили, что передаете вопрос, что вы еще раз смотрите, цена строительных работ, она актуальна на момент их проведения. Это я понимаю. Да, потому что металл подвесен за 120 тысяч за дом, а сегодня стоит почти 40. И вот и все, без ответ. Поэтому мы актуализировать можем до бесконечности, но реальную цифру мы увидим, которая будет доставать. Достроим домам, а потом мы увидим реальную цифру. Но мы увидим не только цифру, а на данный момент, а со столовой. Он есть, и он, мы его детализируем по тем домам, по которым планируем в ближайшее время проводить работу. Это, ну вот, сдаточные дома. Главные подрядчики детализируют до гвоздей договорные цены, согласовывают с нами, и планируем по ним выполнять работу. по 19-му домам, по 19-му дому, который на сегодняшний день, сдаваться в этом году не планирует. Мы знаем только укрупненные, в разрезе цифры, в разрезе дверей, окон, фасадами, всех остальных видов работы. А в вашей табличке указано, когда планируют? Мы его просто посмотрели в этом году не планируем, а поточнее. Это вопрос к общему графику. Да, вот вы в начале встречи сказали, что у вас уже есть разработанный полностью график, на хороший, если мы достигнем того, хорошего, позитивного результата, выбьем деньги, то у вас уже есть заготовка, чтобы в течение трех дней каждый дом у вас есть расписан, когда... Трех лет. Трех лет, да? То есть, у вас уже это все есть. То есть, можно, например, с этим графиком? А то, что было? Уже был, позитивный. Там график денонсирования, уже и строительство. Все просто. То есть, есть деньги, 100 региалов, все сразу строится, за временем. Нет, там деньги будут раньше. Как? Транши. Ну, не вся сумма сразу отраншами. Они, как бы, будут, да? А можно вопрос о вас? Отличный вопрос. Там петицию вчера обсуждали в КНДА, помещали в КНДА. Да, мы вчера в КНДА. Да, мы вчера в КНДА. Она снимает распятая идею. Да, лучше вы просто подумали. Извините, как есть. Да. Давайте, давайте задавайте вопросы. Как скажешь? Я, я доверяю. Я сейчас не так доверяю. Да, последний вопрос. Вопросы поступать, я встаю. Нет, нет. Я же, у вас закончили эти же вопросы. Можно задавать? Вопрос по поводу вот будет рассылка письмов, писем доверителям и ну, переподписание на голову, я так понимаю, с новой компанией, да. Управитель. Управитель. А что с теми, кто, например, не подпишет? Что в данном случае? Вопрос закона. Вопрос порядка, с которым подписывается дополнительная дата. И вопрос управителя. Ну, управитель, как я понимаю, тоже является, отходит ну, от управителя объекты должны быть представители, да. Почему-то их не на первой, не на второй встрече не забыли. Скажу, оптикаем. И вопросы, как бы, мы можем задать. Скажу артикально. Если посчитать порядок ранее МКЦПФР, а сейчас админа, точнее, наоборот, ранее админа сейчас в проект МКЦПФР еще не утвержден, порядок, который определяет переход всей документации и фонда подставок новому правительству. Там, как раз, есть пункт о том, каким образом должны подписываться дополнительные даты. Санкции для доверителей за неподписание дополнительного доллара не предусмотрено. Но на этапе выдачи документов для получения доверителям права собственности от застройщика через доверителя, у такого доверителя возникнут огромные проблемы с получением этой документации. в том, что сейчас будет взаимодействие с мероприятий с мероприятий, которая не имеет никакого отношения до фонда финансирования. Поэтому лучше подписать договоры и иметь доверительные нормы то есть члены кооператива и не члены кооператива все должны это никаким образом не повлияет на дальнейшие события например получение финансирования строительства белье ну застройка объектов при помощи строительства с взаимопрошения доверителя повлияют только на последующую ситуацию с получением ну я вам скажу они тоже ждут на самом деле графика им тоже какие-то строки нужно вписывать существенные условия хорошо по поводу голоса взаиморасчетов между аркадой сейчас вряд ли ответить да там отвечал вопрос в качественном гельсовской задолженности можно на эти вопросы прислать ответы в личности можно видеть им интересовалось можно эти вопросы кто там должен чтобы мы могли информацию о стройках долги у нас есть люди которые хотят финансов задолженности третьему лицу тут же вопрос становится в том что в третьем лицу тоже было опасно можно разглашать информацию относительно себя так хорошо так дальше если поводу ресурсов то есть технический ресурс то есть специалистов технических которые будут оценивать предложения подрядчиков и так далее или это будет ресурс который будет использоваться столицы так и делается это за счет ресурсов столицы групп за зарплатом столицы групп которые привлечено в этом здании в этом помещении 6 человек стоит и нас трое да и еще трое построят нет это вы делаете это не наши сотрудники это те люди которые мы с ними делаем сейчас переговоры на работу чтобы официально вступили и разбирались с тем уровнем первичной документации налажен в авторский учет который должен быть много вопросов есть еще там технический надзор авторский надзор с проектной организацией процесс пока выполняется документацией которая не является специалистом это ясно конечно значит сегодняшний день уже два или три месяца задействованы в процессе смертный отдел дендерный отдел юристы я вообще не знаю сколько уже занимаются месяцев значит технодзоры задействованы задействованы весь ПТО задействованы принимают документы документацию в том числе и налогисты то есть задействованы все структуры которые необходимы для выполнения функций застройщика и это очень много людей и победы да спасибо спасибо все по вопросам я думаю еще один вопрос сейчас есть вопрос вопрос сейчас по поводу финансирования там опять же Влада о том что финансирование не более 7% Почему сейчас вы говорите о том, что нужно максимум под два процента счета? Смотрите, на момент, когда давали интервью, ставка рефинансирования шести с половиной, то, о чем, как бы, подтверждал, ходите на сплан, за небольшой период стало уже сел с половиной, потому, с точки зрения динамики вопросов, она как бы меняется ситуация, и это, на самом деле, переговорный процент. Нам нам сказали, ведите переговоры с Национальным банком, ведите переговоры с другими учреждениями, которые вам ответят на вопросы. Проговорили, сложили модель, посмотрели на возможности и реальности захода на патриотики надежда, с точки зрения обеспечения десяти процентов посчитали, и, на самом деле, процентным обслуживанием съедают всю мазу, и, в том числе, даже не хватает под легких озеров. Вот таким процентным обслуживать кредит. Молодец. Возвращение. Молодец. 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 Если у нас уровень инфляции в стране больше, чем процентная остатка 7%, то, чтобы считать, У нас до сегодняшнего дня, насколько я помню, 80% или 80%? Да, это уровень инфляции. Почему вопрос такой? Реальность финансирования под 2% очень... Это подзаконные нормативные акты и так далее, и так далее. Есть очень большие сомнения и опасения, что финансирование не будет получено. Что нам выключить и потом нам делать. Поэтому, возможно, если, например, будет финансирование не под 2%, а под 7%, все-таки реализация это будет размахляться или вообще никаким? Смотрите, она будет невозможна, она будет размахляться, но с точки зрения реалистичности погашения и обслуживания данного кредита, она не имеет экономической целесообразности. Поэтому банк это будет считать, тем более в периоде, например, 10-ти лет. Ну, вы много кредитов знаете, которые в банке дают на 10 лет. Ну, это как раз к ответу вопросу, насколько это возможно, на такие условия закредитоваться. Поэтому в нашей логике, которую мы предлагаем, все-таки, специализированные финансовые учреждения, это более реалистично. А по срокам, у нас завтра митинг, да, мы просим кредитование. Но мы знаем, что у него подано запрос и подано письмо, правильно? О просьбе кредита. Подано письмо, как от дирекции, конечно. Смотрите, кто-то вводил в заблуждение, я не хотел вам много спекуляций. О, официальное обращение с механизмом, с предложением на 4 или 5 листах записано, с конкретными предложениями. Сегодня этот вопрос отработал, нужна политическая воля, и я надеюсь, ее после завтрашних мероприятий станет больше, с тем, чтобы вы четко сформулировали цели и получить конкретные ответы на сроках, суммах и ответственность, кто этот процесс будет сопровождать в исполнительной власти. Я бы также сформулировал. То есть это предложение подано, да? Потому что многие ответы задают этот вопрос. Да, безусловно. Почему? Почему сегодня нужно сконцентрироваться на четком, едином на четком? Понимание, что мы хотим, чего мы хотим добиться и в какие сроки. Вот это нужно донести, чтобы это была единая позиция, единое мнение и единая возможность. Тогда, ну, с нами будут разговаривать с понятными предложениями. Еще раз повторю, мы ничего безвозвратно и бесплатно не просим. Мы просим помочь на этом этапе, чтобы одномоментно решить вопросы. Это нормальная ситуация. Закрыть вопросы социальной напряженности, назовем это так. И дальше реализовать уже в застройку в спокойном режиме, переведя в соответствие. Чтобы не было ни возмущений, не было подобных встреч, а встречались по другим, более приятным вопросам. Это все реально. Это все реально. Давайте тогда как-то позитивно закончим. Потому что завтра уйдите. Давайте. Давайте. Я следующим хотел сказать. Закончим решение, что я вам расскажу. Вот у нас в нашем Туме есть голосовалка. Кто выйдет, кто не выйдет на мир и все остальное. То есть позитивная тенденция решила в том, что не все меняемые люди, но тем не менее порядка 100-100 человек голосовали о том, что они будут и будут семьи. И все это, как бы я рассчитал от нашего Тума, порядка 200-300 человек может быть все-таки предпримут участие. Но после этого это же почему начали с... Я все, я все слушаю. Потому что смотрел, обратно, отгоносовка пошла. То есть людей. Вот и это... Сложили очень хорошую роль. Поэтому давайте как-то позитивно о том, чтобы сюда эти люди понимали, что у нас есть застройщик, о том, что есть, с кому она спокойствует. Мы вместе в одной команде работаем. Есть такую практику от таких собраний. Вот в зале нужно, наверное, проводить, потому что вопросов много. Вопросы люди задают, не получают никаких ответов из отчетов. То есть, ну, не читали у нас в отчетах ответы на вопросы, которые постоянно задают. Сегодня мы имели возможность их ответить. И, как бы, вот этим главным, то, что было подано... На кредит, на кредит. Да? То есть мы же идем с этим вопросом на мишу. Мы этого документа не увидели и не увидели по нему ответов, как... Ну, да. Да, да. Скажите, пожалуйста. Прости, да. Ну, да. Еще раз. Обращение будет. Обращение будет. Ответы. Ответы, да. Можно по обращению, да. Вообще глупо вывести. Оно было вывешено на 8 тысяч человек. 23 апреля. Я сейчас время просто не хочу... И в Семен-Доводовы тоже... В обоих времени точно сказать. Раскинуто везде. Вообще везде. Трубили о нем потом неделю. Потому что так и так подали. И поддерживаем его рассмотрение. Завтра у нас огромный митинг. Тут тоже хотел следующий блок сказать, что если блок вопросов окончат. Это для нас сейчас самое важное. Какие бы там перипетии в чатах не было. Кому бы не хотелось... Ну там... По какому пути идти. Кто бы кому-то доверял, не доверял. У нас у всех есть общая цель. Реально одна общая цель. Достроит наш ЖК. Мы к этой цели активно шли последний год все вместе единым трудом. Сегодня, без лишнего папаса, реально осталось сделать последний шаг. Последний. Потому что мы поменяли управителя. Потому что был Брикен. Подписан меморандум. Есть понятный путь реализации этого всего. Непонятно только одно. Содействие государства. Помощь государства. Финансирование. История 100% реальна. Потому что сегодня эта политика государства она на подъеме. Политика дешевых кредитов, ипотечного кредитования. Государство активно датирует эти все программы. Очень активно датирует. И наша история очень укладывается в тот вектор развития государства, который сегодня есть. Есть законодательные акты, которые уже проголосованы. И осталось это отрегулировать на беззаконно нормативно правовому риму. Вот у нас сейчас у всех реально одна большая цель. Выбить установку Кабината Министерства Украины. Отдельную по нашей ситуации. Или же у нас сегодня сменить существующую нормативку. Которая даст возможность и откроет финансирование на наши объекты. Даст возможность реакции столице групп, нам инвесторам, реализовать весь этот проект. Огромный. ЖК «Патриотика Америка» и подпишут на озерах. В горизонте там 3-5 лет. Поэтому вот завтра вне зависимости от дела. Это больше розовые очки. По-другому, наверное, ЖК «Завтра». Завтра прошу всех, реально прошу, отбросить вообще все там какие-то личностные отделы. Личностные недоразумения. Кто кому как в подсчете преподнес. Правильно или неправильно. Кто там, я не знаю, кого-то обидел, может не обидел. Завтра все инвесторы, давайте объединимся вокруг одной цели. Получение вот этого финансирования. Ничего невозможного в этом нет. Если мы завтра организуемся двумя-тремя тысячами, все получится. Вот обязательно все получится. Вспомните наши первые митинги и молниеносную реакцию на все это. Когда нас действительно сыграло с ним. Со своей стороны актив сделал максимум. Вот за этот месяц, с момента, когда мы объявили этот митинг, у нас не было еще ни одного такого собрания, когда мы настолько массово и настолько усиленно к этому всему процессу готовились. Поэтому завтра максимальный уровень подготовки. Просто просьба ко всем. Выйдите завтра все за свои квартиры. Ничего невозможного нет. 100% у нас все получится. Я об этом не жду. За последний год мы всем большим-большим коллективом происходили те вещи, которые казались на старте невозможными, нереальными и так далее. Вспомните, когда брифинг, подписание меморандума тоже разобрели. Этого не состоится, это невозможно. Оно прошло, оно уже воспринимается как само собой разумеящееся. Точно так же будет и с госфинансированием. 100%. Тот, кто сейчас сомневается и говорит, что его не будет, уверяю вас, все это возможно. Если завтра выйдет максимальная литра. Поэтому отложите завтра свои планы, как минимум на полдня. Придите и поддержите свою идею, застроить свою квартиру. Туда вы вложили свои финансы. Вот как-то так. Я предлагаю на этой позитивной литературе. И вы свои патриозики. Ждем вас. А, эврики. Эврики тоже. И патриозики на землю. Эврики. Эврика. Извели в ролике данные вопросы. У нас гуськие вопросы по нашемусяому. Масо все Hanisly же смотрим. Или Вы их собрали, поддержали? Так. Если можно, я первое слово скажу. Я поделюсь личным впечатлением от этой истории. Когда я первый раз стихнулся и почувствовал, что мы в этом принимаем участь, я скажу, что я скептика и человек, которая скептично смотрела на возможность реализовать на то, как наша страна относится к правильной структуре, к всей этой ситуации. Но что действительно сегодня есть базис и конкретные кроки и конкретный путь, который мы прошли, с точки зрения незадомоления ситуации, обурения ситуации, то сегодня есть определенные кроки, которые реалистичны, возможны. И я действительно считаю, и я скептика сегодня, активный участник, и человек, которая верит в то, что мы добежим до конца. Поэтому я всем желаю на этом нелегко, это я уверен, шляху, побегать до того момента, когда все время выключить от своих квартир и сказать, что наконец этот жар поза минуту. Поэтому спасибо за свою встречу, действительно. Все было хорошо и конструктивно. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дякую. Я в начині реалізації, в начині проекту, в індістеріні спосі. Вважаю, що, ну, дійсно, сьогодні там, обвинятися, чи так, музей, чи, міжсторговлю свалитися, це не на час від 100%. І думаю, я дійсно вважаю, що ви у величині шляпи мігли, і глядачи на те, як розвивається там ситуація зі своєю комуду, я думаю, що в умовах буде, ну, краще і швидше. О, так, 100% сертосвідуваються. А то є вперше. Є консолідація, є нормальний діалог, і люди, які конструктуємо, проголосовані, і, в принципі, ми робимося, біжимо. У нас з'являється підстава вважати, що це все робоче. Дійсно, робоче, це не просто. Придіть, дайте гроші на що, під що. Ну, це ситуація, є забезпечення, є можливість повернення цих коштів. Лише там допомога в приближенні фінансовому все. Дякую. Дякую. Ну, секундутик не можна. Зараз церка нагадала. С последнього отчета по поводу аренды офісних поміщень на улице Ольгинска. От застройщика. Чтоб снять сейчас ряд вопросов. Вкратце написали, що буде арендоваться офісне поміщення від застройщиків. Сьогодні це було перекручено. І все сьогодні почему-то считають, що було принято решення об аренде офісів для дирекції. Для засідань дирекції. Це не так. Це офісна частина банка «Аркада» на улиці Ольгинска 3, яка використовалась під хранення технічної проєктної робочої документации застройщиків і під роботу з застройщиків. Від. 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 Поб Omega. Від. Від. Онаки всі των членом. Увага. Відчиннація. Потім нашої такожи 마�изuи неї лише вирішили за włare DA. Тому, щоб не перемещати її хоча трав tipo і в соб Amanелі засрі не і в �peopleї в afectу негде не переміють необхідно в STIックа до звікації в дор nucleях також із роботою по Stanfordі inspections на підкресі. просили указать стоимость аренды, вероятнее всего, наверное, не можем указать стоимость, потому что, ну, это является где-то коммерческой тоже тайной. А у кого аренды? А? У кого сейчас? Что это сейчас? Гарантирование вкладов в лице ликвидатора банка Аркады. Ликвидации банка Аркады. Ну, я думаю, что стоимость аренды все равно там не секрет, мы огласим после того, как подпишем. Ну, наверное, после того. Финальная стадия, это рыночный будет устроить точно. В этой точке. Ниже рынок. Ниже рынок, да. Я понимаю, что уже чувствуется, что в лице такое предвзятое решение надо по-другому назваться. Знаете, сколько? Олександр Гордеевич? Да. Правильно. Дякую. Все так же. Все так же, потому что очень много за последние два дня. Я вам скажу, я на сто процентов залазил, что действительно каким-то образом, путая юридическое, знаете, там, столько сумятиц и ожиданий, каждый по-своему слышал. Но каждый по-своему отложился на эту информацию. С точки зрения, никто никакого не бросает, не теряет. И мы как бы бежали, как и бежим. Я получил четкие вводы от собственников. И я от этого принимаю. Поэтому есть огромное желание помочь добежать. Потому что профессионально где-то работать и всей командой коллективской резерву, которая поверит тебе. Я уже говорил на встрече с Эрлихом. И может не настало поверить. Там 80-90% работы я занимаюсь из столицы. К сожалению. В том числе Аркаду. Вот так есть. Потому что там отлаженные процессы и непонятные. Там люди, которые тоже воют. И задают вопрос, когда мы в два раза стали больше работать. Где же там зарплата в два раза? Почему на Аркаде было выше процентов 40, чем на наших сотрудников? Мы тоже понимаем. Да, да. Сравнительно. Поэтому есть определенная история. Поэтому все процессы будут оптимизированы. Все сотрудники, которые мы будем принимать, они будут профессиональные. Они будут выношенные деньги наняты. И пока обходимся нашими сотрудниками. Разбираемся. Тестируем. Где там ряд решений по человеку, который снимает предказания. То есть понятно, без чего и невозможно обвинуться. Остальное с очень осторожностью. С минимальным затратом. С экономиками. Потому что этих средств не так много. Хотелось бы, да. Не молча. Как бы 80% выводилось на отслуживание. И на автоматизм. Нет, нет. У нас к счастью такой истории нет. Поэтому мы в том положении. Слово. Все. Всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Можешь... 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 Да, да, да. Закинчиваем. Шафель. У меня не дирекция. Дирекция. Вот я так говорю. Уважаем вас всех. Каждый из вас. Уважаем завтра. На нашему мегамитингу.